Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец Леонид, Настоятель Святого Храма, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с воскресным снем и радуюсь возможности совершить в этом дивном московском храме, посвященном памяти святаго священномученика Климента Папы Римского, божественную литургию и архиерейскую хератонию. Сегодня, в девятнадцатую неделю, в девятнадцатое воскресенье после Пятидесятницы, мы читали Евангелие о сеятеле, о притче, в которой Господь говорит о сеятеле, бросавшем семена в разную почву. И только что напутствуя вновь рукоположенного архиерея, владыку Савватия, которому надлежит нести свое служение в новой епархии на самом востоке Хабаровского края, в Преамурской метрополии, его епархия будет иметь и центром город Ванина. Вот напутствуя владыку Ванинского и Переиславского, я как раз и говорил о необходимости не только научиться сеять, но и научиться возделывать землю. Семя, о котором говорит Господь, – это Слово Божие. И Господь для своего повествования избрал как бы четыре возможности развития этого семени, то есть четыре различных реакции на Божественное Слово. И он в образе притчи описал эти три различные жизненные ситуации. Одно – это когда семя падает при дороге, и налетают птицы, склевывают это семя или его просто затаптывают. А другое – когда семя попадает на каменистую почву, входит солнце, воды нету. Вроде как и взошло семя, а оно не жизнеспособное. Погибает, потому что условия не соответствуют его дальнейшему произрастанию. И семя, брошенное в сорняки, всходят сорняки, и какой уж там всход доброго семени, все поглощается сорняками, ну и, наконец, добрая почва, которая дает богатый урожай. Когда Церковь проповедует Слово Божие, когда оно бросает это семя, то ни один священнослужитель, ни один проповедник Божественного Слова не знает, на какую почву упадет это семя. Потому что весь набор этих возможностей присутствует не просто в каких-то отдельных группах лиц. В каждом человеке мы в одно и то же время можем быть придорожьем и камнем, и сорняками, и доброй почвой. И поэтому совершенно очевидно, что сеяние Слова Божия должно сопровождаться преобразованием почвы. Вот почва, которая, будучи неплодоносной, становится плодоносной, плодородной, это почва, которая культивирована. А процесс культивации связан не только с употреблением одноименных машин, которые только какую-то небольшую часть возделывания над полем производят. Культивировать поле – это значит его вспахать. Это значит его культивировать, превратить этот верхний поверхностный столой, способный к тому, чтобы там произрастало семя. Это означает необходимость его удобрить, если нужно полить, а затем надо ухаживать за полем. И ведь только тогда семя принесет плод. Вот это удивительное слово «культивировать» – оно имеет тот же корень, что и культура. Кстати, и богослужение, если взять это слово в латинском звучании, также имеет общий корень с культурой. Мы называем культом, используя нерусское слово для обозначения богослужения. Корень один и тот же, и все связано с культивированием, с усовершенствованием человеческой природы, чтобы она становилась способной в том числе и воспринимать Слово Божие. И это первое, наверное, и самое важное предназначение каждого священнослужителя и всей церкви вместе. Ну а что же тогда культура? Она имеет к этому какое-то отношение, или о ней можно забыть? Совсем нет. Культура – это тоже один из способов возделывания человеческой души, человеческого разума, человеческих чувств, воли. Вот сейчас существуют различного рода споры. Одни настаивают на том, что человек, называющий себя художником, может делать все, что он захочет. Он может передавать людям любые сигналы. Это его право, и никто не может его остановить или поправить. Может быть, и так, но при одном условии. Если этот художник культивирует почву, если он делает почву способной к произрастанию добрых плодов, но если под культурой и культивацией этой почвы понимается ее заражение не просто сорняками, а ядовитыми плодами, убивающим других, а иногда полностью опустошающих саму почву, то разве такое делание можно назвать культурой? Сегодня задача Церкви вместе с нашей культурой идти вперед по непростому пути, возделывая национальную почву для того, чтобы она прорастала великими плодами духовными, интеллектуальными, творческими. И в этом смысле у Церкви нету более близкого союзника, чем культуры и работники культуры. Но очень важно понимать, что эти совместные усилия должны принести непременно добрый, а не ядовитый плод, потому что там, где яд, там смерть или болезни. И значит, речь будет уже идти не о культивировании почвы, а о приготовлении ее к духовной, а может быть даже и физической погибели человеческого рода. Вот именно такими глазами нужно смотреть на культуру и стараться ответить на вопрос. Этот вид культуры, эти представители культуры, они что делают? Они удобряют почву для добрых плодов или они сеют нечто, что способно разрушить человеческую личность, человеческое общежитие, лишить всех нас доброго и мирного будущего. И возвращаясь к теме участия Церкви в возделывании почвы человеческих душ, скажу, что мы должны, конечно, стараться работать вместе с теми, кто с нами готов работать. И сегодня это очень многие писатели, ученые, замечательные представители изобразительного искусства, артисты, режиссеры, очень многие, кто озабочен тем, чем и мы озабочены, необходимостью слагать усилия к тому, чтобы реально возделывать почву, которая временами покрыта терниями, временами каменистой, неплодна, а когда-то просто закатана под асфальт неразумными человеческими деяниями. миссия Церкви предполагает работу огромного масштаба. И когда мы трудимся у себя на приходах, когда мы общаемся с нашими прихожанами, когда мы произносим в небольшой группе людей или перед средствами массовой информации какие-то слова, мы никогда не должны забывать этого огромного масштаба миссии Церкви в современном мире. И я очень надеюсь, что епископат, который сегодня приходит к служению в нашей Церкви, духовенство, которое получает хорошее образование, как светское, так и церковное, которое прекрасно знает особенности современной жизни, никогда не потеряют способности, объединяя вокруг себя очень и очень многих подлинно возделывать почву, на которой только и способны будут вырасти добрые плоды, приносящие подлинную жизнь нашему народу. Аминь. С праздником поздравляю вас. Субтитры создавал DimaTorzok